Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. И мы сегодня поговорим о той работе, которой многих на слуху, многие занимаются. Ну, я хочу рассказать о том, что нравится мне. Это сидераты. Как их правильно посеять и как получить максимальный эффект. Ну, конечно, если у вас участок маленький, о сидератах речи не идет. В июльских посевах, в этом ролике, если вы посмотрите, я рассказывал, какие культуры можно посеять после раннего картофеля и озимого чеснока. Ну, если у вас площади позволяют, значит, тогда эту землю, для того, чтобы не зарастала сорняками, накапливала влагу, сохраняла влагу, ну и, соответственно, повышала свое плодородие, мы будем засевать сидератами. Я работаю уже не первый год, уже давно применяю их на своем участке. Конечно, есть какие-то любимые, но я скажу так, что любой сидерат, я заметил, что лучше, не надо считать, что он любимый или нелюбимый, он даст эффект. И эффект гораздо больше в смешанных посадках. В чем смысл? Значит, я не перекапываю почву. Уже убедился, что для почвы это вредно. Почва летом пересушенная, мы перекапываем, она еще больше подсыхает, и в сходах сидератов, как бы мы ни поливали, приходится ждать долго. На своем опыте я убедился в прошлом году, что они всходили почти месяц. Я уже думал, плохие семена, что семена лежали, а потом, когда зародили дожди, стали идти каждый день дожди, мы сидераты и полусходили. Поэтому я делаю гораздо проще. Копаю ранний картофель, копаю зимой чеснок, сразу беру, делаю бороздки и в бороздки высеваю сидераты. Например, один рат бобовое, ну я использую в частности это люпины, второй рат злаковое, это может быть у меня овес, тритикали или рожь, любая из этих культур. И третий рат я могу или горячихой засевать, или белой горчицей. Горчица белая также очень хорошо, она сидерирует почву, оздоравливает почву, уменьшается количество вредных объектов нашей почвы. Ну, ну я скажу, Пётр Николаевич, что вы вот как-то задурываете голову, вы тут эти каждый родочек съете отдельно. А почему-то нельзя все вместе смешать кучу и посеять. А вот это я не рекомендую. Почему? Потому что и развитие разных растений происходит по-разному. Кто-то вначале растет медленно, потом быстро, кто-то сразу быстро. И если они будут расти в смеси, они просто-напросто будут заглушать друг друга. Если они посеянные родочками, поверьте, что ваши участки не такие уже большие, они не исчисляются гектарами, десятками гектаров. А там те 5-6 соток, а на сидераты у вас вообще полсотки, сотка, вы можете приложить больше старания. Технология посева сидерата очень простая у меня. Значит, делаю бороздочку, проливаю ее, и в эту бороздочку высеваю семена. Ну, расстояние между бороздочками где-то сантиметров 15. Через 15 сантиметров высеваю следующую культуру. Значит, ну, норма посева сами, уже кто сидераты представляет, увеличенная в 2-3 раза. Почему норма посева? Потому что нам не надо, чтобы растения окустились, нам надо, чтобы они быстро росли, тянулись, и, соответственно, заглушали сорняки, чтобы нам не пришлось потом эту градку сидератами еще полоть. Поэтому норму завышаем. Ну, в последнее время я сделал себе такое интересное открытие, что если при посеве вот эти родочки в воду добавить определенную перфорацию фирмы Профит, вот такой гриб метеоризиум, он может быть как в жидком виде, так может быть в форме гранул, порошка. Так вот, если в родочки добавить эти препараты, значит, почва становится гораздо более чистой от потаенных микрофлоры. То есть вредные объекты погибают. Поэтому сидераты, конечно, тоже губят вредную микрофлору. Вот эти препараты вам придадут, конечно, очень хороший импульс для роста не только сидератов, но и тех культур, которые будут расти на следующий год на этом месте. Я уже убедился, там, где были применены, кроме сидератов, еще и полив вот этими препаратами, растения развиваются гораздо лучше, более мощные. И меньше болеют. Ну, если так по сидератах, вообще, что по сидератах? Нравится вам фацелия, сейте фацелию. Тоже универсальный сидерат, который не имеет как бы родственников с овощными культурами и вообще с большинства культур. Поэтому после фацелии также растет все очень хорошо. Нравится вам рапс, сейте рапс. Но не забывайте, что если вы сейте рапс или редьку даже, или ту же горчицу полностью на участке, в нашем на следующем году вам уже нельзя будет садить там растения семейства крестоцветные. А это и редиска, это и капуста, и репа, и бруква. Ну, целый рат и культур, которую нельзя садить. А вот при этом способе, что я вам рассказал, когда вы себе просто родковый способ внесения посева сидератов, значит, мне не надо просто задумываться, что у меня росло в прошлом году, что я буду смотреть в этом году. Потому что настолько эта самая, ну, микрофлора почвы как бы изменяется под действием разного сидерата, что уже каждое растение будет находить для себя оптимальную микрофлору для своего развития и будет меньше болеть. Поэтому, смотрите, покупайте любые сидераты, но я советую их мешать, комбинировать через родок. Ну, я вам назвал комбинацию самую простую. Три рада. Можно и горчиху посеять четвертым радом, можно еще какую-то культуру посеять. Ну, выбор сидерата очень большой. Из того, что есть продажа, вы подбираете. Вот посеете один раз радочком, не пожалейте, ну, времени не пожалеете. Почему? Потому что вам не надо будет копать. Копать уже не будете, вы уже во время сэкономите. Посеяли радочками, радочки пролили, всходы появились очень быстро, сидераты ваши будут развиваться очень хорошо и уже к осени они будут иметь хорошую массу. Ну, массу как бы я стараюсь не оставлять на поверхности, а где-то в конце сентябра, в начале октябра эту массу я уже заделываю почву. Перекапываю почву, она хорошо минерализируется, и как бы это дополнительное удобрение, вроде бы это и не свежее органическое удобрение, а уже такое перепревшее, оно почве зелено быстро сгнивает, и любые культуры, отзывчивые, не отзывчивые на органику, растут прекрасно. Поэтому собираю хорошее урожаи разных культур. Вот и с вами поделился. С этим опытом, чтобы вы взяли его на вооружение. До свидания.